Валерий Курас И очистены от всяких скверных И спаси, блажен души наши Господи, благослови наши занятия Не дай нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания Божественных Твоих слов Пребудь с нами в этот воскресный день Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Второе послание Тимофею святого апостола Павла Вторая глава, 9 стих За которое я страдаю даже до уз, как злодей Но для Слова Божия нет уз Слово за которое относится к благовествованию Восьмой стих я сейчас еще прочитаю, чтобы понятно было в контексте Пишет он Тимофею Помни Господа Иисуса Христа От семени Давидова, воскресшего из мертвых По благовествованию моему За которое я страдаю Даже до уз, как злодей Но для Слова Божия нет уз Толкование Опять собственным примером утешает ученика Говоря как о том, что он страдает Так и о том, что он пользуется дурной славой Чтобы не сказал кто-нибудь, какая польза от того И что удивительно, если ты связан Покажи мне выгоду, покажи мне что-нибудь удивительное Апостол говорит Для Слова Божия нет уз Ибо оно не чувственное дело Чтобы можно было остановить его Когда тело связано Слово Божественное дело Слово Божие Когда мы связаны Оно свободно Простирается И простирается вперед И вот мы пишем И проповедуем Хотя и связаны Видишь ты чудо Видишь ты и пользу Вот какое чудо Плава посадили в темнице Казалось бы Все Победа как бы зла Ан нет Бог даже Из темницы Может проповедовать А как Они писали послания Пересылали как-то Письма Вот И для Слова Божия нет уз И вот вы знаете Тихоновича есть книга Достаньте Она как раз вот И Алектина Пантелеина Достаньте книгу Покажите Называется Для Слова Божия нет уз Там числа по-моему Какая глава Числа Второй Тимофеем 2.9 Да Второй Тимофеем 2.9 Как раз мы сейчас Стихи проходим Там так и написано Да Для Слова Божия нет уз Второй Тимофеем 2.9 Второй Тимофеем 2.9 Вот То есть Вот Игнать Тихоновича Вроде бы посадили Что он распространял Там Архипелаг Библию начитывал Но Для Слова Божия нет уз Он в тюрьме Там благовест Он проповедовал И свет Христов сиял Во тьме Может быть Для того Господь И попустил эти узы Чтобы люди Сидящие там Услышали Вот И как мы знаем Что даже Следователь Который вел дело Обратился И умер по-христиански Видите Вот это вот и чудо Божие Чтобы зло Обратить в добро Казалось бы В зло Человек сидит в тюрьме Страдает И какая нам польза Что А вот такое чудо Что тело связано А А дух животворит Да 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 Вот Немощь Такой Вузик Таких И такие Прохли Немощь 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 Второй Тимофею 2.10 Посему Я все терплю Ради избранных Дабы и они Получили спасение Во Христе Иисусе С вечной Толкование Вот еще Увещание Не за себя Говорит Я терплю Но Для спасения Других Не для того Чтобы мне Самому Прославиться Но Вот погиб Иисусе Иисусе Истинном Истинном Славном О вечном Спасении Души А телесное Спасение Не безусловно Славно Слушай Что следует Дальше Не только Для того Чтобы Спаслись Но и Больше Чтобы Они И прославились Вместе С нами Вечно Посему Хотя Узы И постыдны Но они Доставляют И славу Избранным Людям И славу Вечную Если же Другим То тем более Мне Обложенному Ими Так Не беспокойся О мне Павел Пишет Тимофею Второй Посланник Тимофея Павел Пишет Тимофею Чтобы он О нем Не беспокоился Я хотя и в узах Но я страдаю Ради избранных Как Христос Пострадал На кресте Ради спасения Избранных Уверовавших То что Его страдания Приносят Спасение Души Так и Он страдает Ради избранной Читаем дальше Пока Нет вопросов А без этого Можно Как-то Без страданий Спасать Если Христос Страдал Если Говорит Я страдал То и Вы Будете страдать Если Я Благонин То и Вас будут Гнать Ученик Не Выше Учителя Своего Гнали Меня Будут Гнать И Вас Но И дальше Утешает Слушали Меня Будут Слушать И Вас Разделяется Разделяется Категория На Верующих Слово Божие И Неверующие Мало того Что Они не хотят Не хотят Не хотят Ушли Будет И Все Однако Они Гонят В темницу Сажают Проповедовал Павел Кому он Плохого Что делал Никого Не убивал Не грабил Не насиловал Не злодействовал За что его посадили Статья Какая Проповедовал Слово Божие Того Которого Растяя Они Не принимали Ну Зло Какое От этого Кому Зло Дьявол Лука Он Который Находился В этих Душах Не имея Креста Имея Другой Дух Обличения Показал Обличался Да Если бы Все были Были Злые Грешники И Праведников Не было То Этим Злым Людям И Жилось бы Нормально А на фоне Святости Они Конечно Не смотрятся И Им Хочется Чтобы Все Были Это Есть Такой Старый Анекдот Что Пионерка По-моему Дедушки Хвалится Вот Эта Идея Социализма Чтобы Чтобы Не было Богатых Так Хорошо Чтобы Не было Дедушка О Я бы Хотел Чтобы Не было Бедных Вот так Вот И Вот Злодея За счет Других О Собрать Надо Понимаешь У богатого Граб Награбленное А Смысл Христианства Что Чтобы Не было Бедных Бедных Чтобы Не было Помогать Надо Тогда Бедных Не будет Богатый Ты богатый Тебе Бог Дал Бог Богатство Там Есть Корень Бог Помог Ближнему Бедных Все Он Бог Благодарит Ты Бога Благодаришь Что У тебя Есть Такая Возможность Помочь Блажение Давать Нежели Принимать Ты Когда Помогаешь У тебя На душе Светло И Хорошо И Бог Воздаёт Да И Бог Воздаёт Да Не Оскудеет Рука Дающего Вот И Вот Павел 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 Чтобы Он О Нем Не Беспокоился Дальше Он Пишет В Одиннадцатом Стихе Второй Тимофей Вторая Глава Верно Слово Если Мы С ним Умерли То С ним И Оживём Толкование Так Как Многие Сомневаются Относительно Будущей Жизни И Славы Говоря Когда Я Жив Бываю Умираю А Когда Уморужить Буду И Тому Подобное Поэтому Апостол Подтверждая Своё Слово Говорит Верно Слово Какое Слово То Что Избранные Достигнут Славного И Вечного Спасения Подтверждает То Самое И Человеческими Соображениями Уже И выше Апостол Представил Доказательство Того Сказал Помни Господа Иисуса Воскресшего Из Мёртвых Он Показал Что Христос Воскрес После Смерти Каким Же Образом Подтверждает Если Скорбях Мы Участвуем Со Христом То В благах Уже Или нет И Человек Не Сделал Бы Так Не Тем Более Бог Источник Правды И Благости Апостол Говорит Здесь И о смерти Духовной В крещении И о смерти Телесной Через Страдания И мучения Что Значит Умереть Со Христом Умереть Значит В В В Умереть Для Этой Жизни Которой Ты Жил Не Зная Христа Умереть Для Этой Жизни И Воскрес Во Христе То В Вере Христовой То И Исполняя Заповеди Отвергни Себя Возьми Крест И Следуй За Мной Сегодня Мы как раз Евангелие Читали Кто Душу Свою Береженство Кто Душу Свою Какой Выкуп Душу Свою Спасение Невозможно Купить Поэтому Нужно При Здешней Жизни Отвергнуться Себя Своего Я Своих Греховных Пожеланий Умереть Со Христом Приготовиться Страдать Чтобы Потом Воскреснуть И Христос Давно Он Воскрес И Эта Вера У нас Есть Живой Пример Но Не то Что Тогда Он Был Живой А Сейчас Мы Хоть И не Видели Христа Но Мы Верим Как будто Там Жили Такая Распяли Его Тело Украли Мне Мой Отец Так Рассказывал Не Веришь Воскресения Нет Нет Воскресения Не Живешь А Если Нет Воскресения Значит Вера Ваша Тщетна Тщетна Напрасна А Смысл Верить Бог Если Нет Воскресения Ну Есть Бог Или Нет Меня Это Как Касается А Вот Воскрес Ну Я После Смерти Я Знаю Что Я Умор Потому Что Я Вижу Что Все Умирают Бабушка Умерла Дедушка Умерла Дедушка Прабабушка Нет Были Я Помню Раз Они Умерли Я Умру А Дальше Это Что Мне Когда Болезнь Случилась Со Онкология Почему Настя Она Бодрая Духом И Врачи Говорят Три Месяца Жить Осталось Не знаю Передали Это Или Нет Но Она Бодра Духом Она Знает Что Господь Укрепляет Что Она С Богом Встретится Это Жиль Вот Единственное Что Ее Как Апостол Павел Он Говорит Желаю Разрешиться И Верие Он Может Передать Вот Эту Свою Веру Для Других Христос Первен Осеннерцах Он Умер Жил Свято И Воскрес И Глядя На Его Пример Мы Христиане Должны Подражать Его Живию Еще Есть Псалтере Псалом 49 И Последний Стих 23 Там Написано Что Если Будем Жить Благодарить Господа За То Что Он Благодар Благодарный Богу Не Помню Но Благодарить Бога Но Если Вы Будете Еще Запятая Если Вы Будете Смотреть За Путем Своим Еще Плюс Путь Свой Будете То Как бы Контролировать Путь Свой Жизненный То Вы Тогда Только Спасетесь Благодарить Это Вы Будете Чтить Бога А Когда Будете Следить За Путем Своим Тогда Вы Спасены Будете То Нам Нужно Каждому Смотреть В Себя Каждому Смотреть За Своим Путем Не Наблюдать Соседку Как Она Там Живет А За Собой Следить Вот Это Мне Как Открылось Так Думаю Так Тут Все Вот Это Сто Раз Читала Вот Как Читаем Да А Тут Думаю Да Вот И Тут У нас Разговор С одной Сестрой И я Звоню Говорю Вот Сестра Вот Не Главная Благодарность Это Значит Ты Чтишь Бога А Главное Следи За Собой За Своим Путем Как Ты Идешь Не Смотри На Соседей Они Говори Они Вот Так Поступают И У меня Это Так Это А Только Что Молись И Все Вот Самое Главное Будешь Смотреть За Путем Спасена Будешь Богом Благодарить Надо И за Собой Это Два Благодарить Это Чтить Некоторые Почитают А За Путем Своим Мы Не Смотрим Мы Лукавые Мы Смотрим Ох Она Так Сделала Да Лучше Помолись За Него И Поэтому Самое Главное За Собой Смотреть За Своими Путем И Наблюдать За Своими Поступками О Царь Давид Такие Это Нужно Раскрывать Мы Псалты Толкования Не знаем А Вот Так Мне Открылся Этот Стих Думаю Как Здорово Вот Он Ответ Нам За Собой Смотри Второе Тимофея 2.13 Ой 2.12 Если Терпим То С ним И Царствовать Будем Если Отречемся И Он Отречется От Нас Толкование Недостаточно Дать Себя На Какую Либо Смерть Однажды Но Навсегда Я Каждый День Умираю 1.15 И Итак Нужно Будет Перенести Отрекшийся От Христа А вот Который Человек Отрекся От Христа За Него Молиться Можно Можно Запретов Нужно Да Нужно Понимаю Я Молиться Но Человек До Такой Степени За Меня Молиться За Меня Это Вот Тут Когда Он Сам Об Это Как Безумие Безумие Говорит Безумие То есть Молиться Все равно Нужно Но Если Человек Не хочет Чтобы За Него Молились А то Не надо Молиться Если Он Не Хочет Там Тоже В Сантере Написано Где то За Тех Кто Хочет Молиться Если Твоя Кровь А Если Твоя Кровь Это Ну Вот Насчет Крови Это Понимаете Тут Тоже Не Надо Да Мы Сегодня Читали Кто Не Возненавидит Отца Отца Это Ж Кровь А Он Никакой Неверный Нет Но Вы Спрашиваете Молиться Молиться За Него Будет Кто Верный Или Неверный Неверный Конечно Неверный Я же Неверного Спрашиваю Это Человек Неверующий А Молиться За Него Будет Верующий Вы Спрашиваете Можно За Него Молиться Ну Вот Сергей Об Это Мы Сейчас Говорю Объясняем Смотрите Писание Как Сказано Кто Невозненавидит Отца И Жизни Своей То есть Вот Это Неверующий То есть Ты Раньше Была Неверующая Ты Эту Жизнь Возненавидела Ты Ее Изменила Стала Жить По Заповеди Этот Человек Хоть И Кровь Он Избрал Другой Путь Он Видит Что Ты Живешь Связан Ты Чти Бога Вот Ты Так Бога Просить Его Чтобы Он Его Спас Встал На путь Покаяния Призвать Чтобы Обратить Еще Хоть Но Бог Не Может Массильно Никого Спасти Спасение Это Обоюдное Деяние Спаситель И Спасаемый Спасаемый Должен кричать Помоги Мне Спаситель Его Спасает Если Спасаемый Кричит Не Надо Мне Помогать Я Хочу Лежать У Грязи То Его Невозможно Спасти Не Надо Молиться Я Не Сказал Не Надо Молиться Я Сейчас Рассуждаю Мысли Сейчас Горячка Я Скажу Вот Здесь Раньше Было Ос Спасение На Водах Люди Тренировались Я Фильм Смотрел Они Очень Много На Пляже Они Спасают Утопающих И Спасение Душ Это Примерно Одинаковые Деяния Он Рискуя Своей Жизнью Человек Который Тонет Он Того Кто Спасает Он Может Его Тоже Если Он Не Опытный Он Тоже Может Молится И Там Как-то Специальные Приемы Есть Там Завлас Тарат Тарат Говорит Чтобы Поэтому Вот Мнение Сестры Что Если Человек Говорит Мне Тоже Такое Говорили Не Надо За Меня Молиться Человек Может Сказать В безумии Во временном В безумии А потом Может Он И сам Давно Молится Поэтому Тут Молиться Или Не Молиться Есть В Писании Одно Место Не о том Говорю Чтобы Молились Может Вспомнит Кто То есть Бесполезно Молиться И Господь Говорит Не Всякий Говорящий Мне Господи Господи Войдет Сас Он Говорит Господи Молиться А Господь Его Ты можешь Молиться Но Господь Он Не в силах Исполнить Твою просьбу Потому что Тот человек Не желает Чтобы Его Спасли Насильно Он Никак Насильно В рай За уши Никого Не Знаешь То есть Двери Открыты Ему Самому Человеку Нужно Сделать Первый Шаг На встречу Господь Господь Дал Шанс Спасения Абсолютно Всем Он Любит Абсолютно Всех Но Еще раз Говорю Не Насильно А так Он Допустим Не Ведущий А ты Начинаешь Господу Требовать Невозможного От Бога То есть Молиться Спаси Его И Все Господь Говорит Я Не Могу Он Не Хочет Я Ему Вложил Изначально Дар Свободы Выбора Между Добром И Злом Адам Согрешил Он Выбрал Зло Он Не Послушал Бога А послушал Дьявола То есть Он Не Поверил Божьим Словам Которые Говорили Смертью Умрешь Теперь Смертный Стал Адам В день Согрешения И все Дети Которые От него Потомки Мы Пошли Все Тела Стали Смертные Кто Родится Чисто Родится Ли Чисто Не Чисто Не Один Пока Не Один Еще Не Родился Есть Два Живыми Взяты На Небо Илья 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 И То Они Потом Будут Скучены Умрут Здесь В этой Земле Потому Что Они Тоже Унаследовали Первородный Грех Давайте Поразуждаем Ты Сказал Что Это Обоюдное Такое Дело Человек Если Не Хочет То И Бог Ему Не Поможет Нет Ты Сказал Он Не Хочет Быть Верующим За Него Даже Если Ты Будешь Молиться Ну а Как же Бывают Некоторые Обстоятельства В жизни После которых Человек Обращается Например Савл Он Гнал Христиан Он Не Собирался Быть Христианином Поклоняться Христу А Христос Он Встретился На пути То есть У него В жизни Было Какое-то Событие Яркое После чего Он Ослеп И стал Говорить Господи Кто Ты Я Христос Которого Ты Гонишь Трудно Тебе Ити Против Христос И после Этих Событий Он Стал Христианином То есть Бывают В жизни Такие Обстоятельства Некоторые События Может быть Там Кого-то Господь Призывает Он Не Слышит А потом Господь Посылает Некоторые Болезни Например После чего Вот как Наш Дорогой Брат Сергий Из Воронежа Только После болезни Только Во время Болезни Он Нашел Христа Он Уверовал И стал Истинным Христианином Поэтому Как бы Я не считаю Что нельзя Молиться Даже Пусть Он Говорит Сто Раз Не Молитесь Обо Мне А ты Молись И Взывай Богу Господь Сам Усмотрит Ну Говори Господи На все Твоя Святая Воля Да А Господь Сам Усмотрит Вот Привести Его На путь Покаяния Или Нет Или Ну Ну Действительно В Салтыре Написано Господь Посылает Нам Скорби Но Он Жизнь Спасает Нас И Многие Через Скорби Через Болезнь Обращаются Помолиться Надо Да Помните Надик Тихонович Нам Все Приводил Бабушка Молилась Молилась За всю Деревню А Когда Умерла Тогда Обратились Вот И Все Умрем Можно Я хочу Сказать Свой Личный Пример Пережитый Потому Что У нас Было В семье Восемь Детей Мать Была Глубоко Верующая Это что Кремень Глубоко Верующая Но Она Пришла К Богу У Баптиста И Часть Семьи У нас Сейчас Там Находится Отец Сделался Сильным Гонителем Он Был Партийным Человеком Хотя Он Себя Говорил Я Православный Перекрестится Вот Мой Бог Страшным Гонителем Сделался Почему Потому Что Мать Полюбила Слово Божье И Им Жила Полюбила Она Буквально И Нас В Такой Любви К Богу Воспитала Всех Старалась Воспитать В Такой Ситуации И Мы Уже Будучи Маленькими Детьми Мы молились За Отца И Молились В Надежде Который Как Он Ругался Ну Конечно Тут Участвовал Злой Дух Как Как Он Боролся С Нами Как Он Нас Вытаскивал Отовсюду Что Где Мы Могли Только Быть Если Мы Где-то Были На Каких-то Общениях То Только Чтобы Тайна Он Все Это Отслеживал И Все Но Нем И Мы Продолжали Молиться Когда Пришла Его Старость И Немочи Он Лежал И Еще Так Не знаю Что Наверное Простыл Но Продолжалось Лежание И Он Стал Видать Вразумляться Что Это Смерть А Мы Все Еще Молились Я Приехала И Последнее Время Я Над Ним Над Живым Прочитала Весь Псалтырь И Может Быть Не Один Раз И Святые Молитвы И Там Община Баптистская Где Часть Семьи Находится Они Тоже Молились Об Отце Наш В Это Последнее Время И Болдах Дал ему Покаяние Но Не Дал Больше Жизни И Он Замолился Замолился Уже На Смертном Ложе Покаялся Да Вот Все Потому Надежда Она Никогда Не Постыжает И Та Уверенность О том Что Обетование Все Таки Принадлежит Вам И Детям Вашим Да И Детям Я Еще Скажу Что И Молились И Все Таки Надо Молиться Я считаю Маленькое Резуме Еще У нас Как В Православной Церкви Принято Молиться За Здравие И За Упокой Это Вот Только Может Быть В Нашей Общине Есть Еще За Обращение И То У Нас Нет Списков За Обращение За Здравие И За Упокой За Здравие Часто За Здравие Часто Списывают Своих Неверующих Родственников А ему Как раз Здоровья Сейчас И Не Надо Если Я Не Заболел Если Сергей Козлов Не Заболел Разве Мы Стали Верующих А Кто Тоболится Дай Моему Сыночку Но Он Ж Кровь Моя Ну Подумаешь Разбойник Убийца Насильник Это Ж Кровь Пусть У Него Здоровье Будет Вот Какие Молитвы Не Угодны Богу Я Вот О Чем Говорю На Сегодняшний Момент Ему Нужно Можно Богу Молиться Не О Здравие И Грешника А О О Покаяние То есть Молитвы Тоже Разного Рода Бывают Я Не Говорю Что Если Он Не Верующий За Него Вообще Никак Надо Молиться Нельзя Молиться Тоже Игнать Тихонович Рассказывал Пример Женщина Одна Помолитесь За Моего Сыночка А Че Да Вот Опять В Помолился За Него Кто Принесли Его Пол Живого Кто Его Избил Все Больше Он По Кабакам Месяц Сходить Не Будет В больнице Лежать Голову Пробил Игнать Тихонять Спрашивает Ну Че Будешь Еще Просить Меня За Сыночка Твоего Молиться Вот Она И Подумает Теперь С Одной Стороны Хорошо Что Господь У вас Сыноел Что Положил Злодеяния Не будет Дальше Не пьянствовать Не Не Блудить Да Вот Все Понимаю Спасибо Да Слава Богу Я тоже Продолжаем Второй Тимофею 2.13 Если мы Неверны Он Пребывает Верен Ибо Себя Отрезть Не Может Толкование Если Мы Не Верим То Он Не Терпит От Этого Никакого Вреда Христос Он Истинен Он Не Изменен Отрекаемся Ли Мы Или Не Отрекаемся От него То есть Не Может Не Быть Не Такова Его Природа Чтобы Ему Обратиться В Небытие Он Существует Всегда Хотя Мы Не Не И Не И Польза Или Вред От Того Признаем Ли Мы Его Или Отвлекаемся От Него А О том И Другом Случай Бывает Бывает Не Для Него А Для Нас Благодаря есть еще люди об отречении которых они были верующими их стали пытать и они отреклись не выдержав пыток вот а таких людях молиться могут те кто выдержал эти пытки понимаете вот они называются исповедник вот игнар тихонич он исповедник он был в тюрьме его мучили там нет в холодильнике он не отрекся и и ему как никому другому вот эти вот страдания перенес на на камеры со на своей шкуре он может понять тех которые тогда отрекся не выдержали до слабы оказались сломали настолько хотя описание говорит что бог посылает по силам испытаем но слава вера просто слабоверия маловерия вот у нас вот есть пример два вида отречения это иуда и первоверховный апостол петр иуда отрекся предал предатель он предал встал на стан врага но он как бы сказал продал я кровь невинного понимал что он не виновен ничего не делал за что его хотели то арестовать казино отчаяния что такое отчаяние неверие в то что бог простит не веря в милосердие божие вот что такое отчаяние вот он и петр то тоже понимаешь отрекся от него вот я не знаю я его хотя его не мучили ничего просто спаси а ты был с ним но он из-за страха что христа арестовали что его арестуют а если арестуют следом может последовать казнь непременно и поэтому он испугался но он горько 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 плакал ему было стыдно и даже на глаза папа показываться христу за этот поступок вот и христос он его утешил скажите мне и петру написано что я предваряю вас в гадире то есть он понимал бог сердцеведец состояние сердца петра что петр сам мучиться он не пойдет сам то есть если бы ученики побежали бы и он бы хотел бы побежать но он встретится взгляд в взглядом я же тебя предал и господь тогда сказал вот этим с вами скажите мне и петру это он как бы дал понять что я его прощая тем более он этот грех сам петру сказал ты отречешься а почему так он сказал потому что петр а я за тобой вот в огонь и воду такое вот сама возвышение так скажем тоже не нужно себя лишних подвигов брать можешь надорваться других потом мог понять именно да 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 и нас исповедует священники они такие же грешники то есть они с пониманием относятся потому что наша Адамова природа Она тоже присутствует у нас Христова и Адамова И Адамова она Постоянно природа борется с природой Христовой Плоть и дух Дух противится плоти, плоти противится духу И вот эта борьба, она будет до скончания наших До нее вести Протерпевший же до конца спасется То есть нужно терпеть вот эту вот борьбу Как бы И побеждать Наступать на силу вражин Второй Тимофеев 2.14 Сие напоминай Загляная пред Господом Не вступать в словопрение Что немало не служит к пользе А к расстройству Слушающих Толкование Чтобы кто-нибудь Не подумал что сам Тимофей Нуждался в таких наставлениях Апостол говорит Напоминай другим Так как это дело Имеет приятность И человеческая душа Всегда склонна К состязаниям И словопрению То ты говорит апостол За свидетельствуй им пред Богом Не вступать в словопрение То есть Научи Призывая вас Свидетели Бога Чтобы они знали Что если будут пренебрегать Тобой Он Осудит их Словопрение Словопрение Не только не приносит Никакой пользы И выгоды Но напротив Причиняет Большой вред Ивостинобитными Машинами Словопрений Не взращается Вера Слышащих Как Некий Стол Вот часто говорят В споре Рождается истина Вот люди спорят Я вот грешным делом Прихожу Когда к маме И включаю телевизор И там Передача какая-нибудь Идет Политическая И одновременно Все говорят Человек 10 И не можешь так вот Разобрать Кто что говорит И мам Выключи Это невозможно Слушать Словопрение Где истина Родиться не может Потому что Каждый хочет Высказать свое Не выслушивая Другого То есть Получается Не диалог Не монолог А Мона 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 Как Каждый Свою Гнется И все Договориться О чем Ни о чем Не вынужден Вот это вот Словопрение То есть Каждый хочет Ну Другому доказать Свои слова Другому доказать Свою Свою правоту А если бы Каждый Вот Слушай А если я не прав А дай-ка я послушаю А может он прав Вот это свое я Немножко Вот как бы Вот Но тут Есть еще Другая сторона Медали Вот Если человек Слышит Что истина В поругании И молчит Вот молчанием Предается Бог Есть такая Клюбия Вот А тут Нужно В это Якобы Словопрение Вступить Понимаете И нужно Отстаивать Истину За истинную Боросовность Какая-то ересь Там Подумаешь Вот Сейчас вот В интернете В чате читал Читаю Сергей Вин Занятие ведет Исследование Писания И там Игнатия Тихоновича Обвиняют В том Что он Есть такое Понятие Филиоква Что дух Отходит Исходит От отца А В католике Говорят Что и сына Вот это Филиоква Называется И Игнатий Тихонович Говорит Да В писании Есть такое место Что дух Отходит Исходит От сына И они Все Игнатий Тихонович Еретик Его слушать Не надо Он Церковь разрушает Он души Вет в погибель Там вот Один пишет Так а троица Единосущная Не раздельная Дух Дух Откулес Одно же Одно-то одно Но Символ веры Православный Наш Читаете От отца Исходящего Мы читаем Православное Мы не говорим От сына Исходящего И в духа Святаго Истинного От отца Исходящего А католики От отца И сына Исходящего Добавили Сына Зачем добавили Спрашивается Почитайте Очень интересно Ну и как Правильно Как Православный Может православный От отца Вот А Игнатий Тихонович Возьми да и скажи В писании Что написано Что и от сына Духа Исходящего Когда он Дунул И сказал Примите Духа Святого Вот Отец Сын Сказал Примите Духа Святого Какие грехи Происклятся На том Простанутся На том Останутся Я толкование Почитал Мы православные Должны верить Что от сына Дух не исходит Потому что Перед этим Сказал Я умолю Отца И пошлет Вам Дух Потому что Дух Исходит от отца По молитве Сына А сын Сам дух Не может Без отца Послать От отца Понимаете Но почему Он так сказал Почему Он так сказал Потому что Еще при жизни Он должен был Этих учеников Утвердить Верить Что он И отец Одно Он им говорил Они не верили Покажи нам отца Они думали Что отец Это что то другое Понимаете И он им так Сказал Примите Но перед этим Он им сказал Я умолю отца То есть Сын против отца Не идет Понимаете Он говорит Что Мы верим Что от отца Дух святой И Дух Божий Носился над водой Тогда был Отец Христа Тогда не было Еще Хоть он и безначален Христос Тоже Он вне трясущем Он вне трясущем Там вот ипостаси Там Всякие там Природы Это все так вот сложно Читать и вникать В это вот Ну Мы православные Мы так верим Католики так верят Мы не католики Слава Богу Какой вред Какой вред от этого Что Люди верят В то Что Дух от сына Исходит Вред По-моему Такой Что они не верят Что он От отца Исходит А в писании Дух Божий Носился над водой То есть Отец Все 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 Отец Сначала Иссына Он явил Из недросущего Из себя Явил Слово Людям Тут конечно Сложно понять Тем Которые не верующие Бог открывает Бог Да верую И все Нужно принимать И все Какие-то спины Не вникал я Не досягаем Вот именно меня Еще к нам Особенно Вот мне Сказано Так и вот Принимай Все И будет Второй Тимофеев 2.15 Старайся Представить Себя Богу Достойным Делателем Неукоризненным Верно Преподающим Слово Истины Толкование Объясняет Как он Может Сделаться Искусным Именно Если Он Будет Делателем Неукоризненным То есть Если Не постыдиться Делать Все Что Относится К благочестию Таким Образом Заслужишь Одобрение От владыки Если Все Перенесешь Ради него Все Исполнишь Везде С большим Старанием Апостол Говорит О стыде Потому что Для большинства Служили Стыдом Как Крест Христов Проповедь О нем Будто Невежественная Так и Сами Апостолы Как люди Простые И Все Терпевшие И Так Говорит Ты Не Стыдись Многие Или Отнимают От него Или Прибавляют К нему А ты Веди Правым Путем Или Поскольку Апостол Не сказал Право Направляющего То дал Понять Нечто Иное Как Бы Излишне На Коже И Ремне На Росты Отсекай Говорит От проповеди Чужда Ей И Истребляй Мечом Меч Духовный Слово Божие Слово Божие Ереси Заблуждения Они Преследуют Ереси Это Дела Плоти Дела Плоти Они Не Угодны Богу С ними Нужно Уметь Бороться И Распознавать Есть Правая Вера Православная А есть Неправославная Второй Тимофею 2.16 А Непотребного Пустословия Удаляйся Ибо Они Еще Более Будут Преуспевать В Нечестии Толкование То есть Убегай Святой Иоанн Златоуст Под Пустословием Везде Дает Разуметь Новые Сечения В учении И В последующих Ему Некоторые Вместо Удаляйся Читают Больше Обращая Внимание На то Чтобы Остановить И Задержать Их Это Не так Просто Уходите Вот Писание Говорит После Первого И второго Разумления Иеретика Отвращайся То есть Первое Второе Разумление Все таки Должно Быть Ты Должен Его Остановить Показать Ему Православную Свою Веру Как Учить Православную Церковь Жить Конкретно Какое Заблуждение Сказать Ему Если бы Он Не Принимает То Не Вступай С ним В споры Иначе Он Лукавый Он же Хитрый Он Может Тебя Увести За собой Игорь Третьяков Тоже Как бы Вот Он Приводил Пример Что Он Подался На такую Уточку Вступил В это Славопрение И долго Долго Не мог От этой Ереси Избавить Со мной Было Такое Ролик Посмотрел И Уверовал Что Печать Антихриста Уже Ставится Ты Тоже Уверовал Да Очень Убедительно Этот Автор Говорит Что Ну А С чего Ради В деревнях Не фотографировать А в Больших Городах Значит Техника Какая Значит Уже Ставят И Он же Не будет Антихрист Говорить Что Я Антихрист Он Все Хитро Все Тайно Все Тайные Заговоры Я Так Подумал Действительно Умно Придумано Хитро Всем Сейчас Расставлю А потом Только Хоп И Все Все Готовы Все Мои Подданные Все Уже В печати А Они Ни Сном Ни Духом И Жармодули Принять Сюда В сердце А потом Толкование Когда читают То есть Головой Когда принимают Головой Добровольное Отречение Добровольная Добрая Воля Господь Вложил В сердце Добрую Волю И Он Не Может Насильно Еще Раз Повторяю Никого Заставить Веровать Никого Заставить Не Веровать Верующего Сломить Невозможно Как Пытали Жгли Перепил Веру Невозможно Перепилить Она У него Дана Ее Можно Сломать Но Так же И неверующего Его Хоть Жги Каленым Железом Верь Во Христа Иначе Были У нас Примеры Такие Еретиков На Костраже Сжигали Тоже А Они Верили За Идею Страдали За Идею Да Вот Имя За Идею Кто Вообще Даже Неверующий Страдали Безбожники И надо Тоже Различать Где За Христа Страдать За Веру А где Пустословие И удаляться От Этого К чему Приводится Пустословие Второй Тимофею 2 17 И Слово Их Как Рак Будет Распространяться Таковы Имены И Филит Толкования Неудержимые Неудержимые Говорит Это Зло И Не Допускает Врачества Оно Заражает Все И Люди Неисправимы Рак То есть Приводит Такое Толкование Вернее Не толкование Прямо Так Писание Слово Их Как Рак Да Будет Распространяться Рак Опухоль Имеется Распространяться То есть Таких Надо Заражать Заражать Лжеучением То есть Новое Учение Смотрите Как Сектор Рак Опухоль Запада Все Пошло Украину Захлестнуло На Россию Сколько Новых Сект Нео Пятидесятники Каких Только Названий Нет Харизматических Направлений К нам Каждый день Рождаются Неистинные Учения Типа Потому что Земляник Это тоже Жак Вот Саша Мне до сих пор Я думаю Как мы Радовались Как он Это самое Игнатий Типович Заболел А он Вел Занятия У нас Такие Занятия Он Вел Прекрасно Будем Вот так Вот Саша И вдруг Вот такой Даже не верится Как это Как Люцифер Прямо Упал Вы Говорит Так радовались Что Игнатий Тихонович Заболел Радовались Саша Как Как Ведет Человек Который Поддержка Такая Мы даже Не знали Что он Может Так Говорит Это Вообще Еще Молодой Который Все Слушали Вот Понимаете Вот Он Уже Испытанный В возрасте А это Молодой Такие слова Говорил Что Они Проникали И Дело В том Что И бабушка Какая Верующая А Танюша Верующая Какая А дети Куда А вот Там Лучше Чем У нас Дети Как Дети Туда Пошли Детям Лучше Там Там Писание Как Говорит И И И Выберут Себе Учителей Которые Вести Слуху Еще раз Повторю Писание Говорит Выберут Себе Учителей Которые Вести Слуху Здесь В нашей Общине Лести Мало В основном Как бы Знай Тихонич Еще Не приехала Уже Сегодня Это Сестра Книжки Там Не так Уже Страх Напал Уже Он Сейчас Будет Нас Обличать И Это Правильно Без Обличения Нет Исправления А Когда Суху Лестят Все Хорошо Мы Все Будем Спасены Не Расстраивайся Рак Пройдет Летя И Так Да Чего Его Лечить Бог Милости Что Заболел А ты Успомни Уж Ты Кого Обидел Начинаешь Себе Копаться Попробуй Только Скажи Не раз Будешь Что Ты Обидел Кого Сказать Надо Приходится Не Обличай Кощунника Наживешь Котносим Он В этот Мент Такой Кощунник Он Кощунник А другие Это Заступники У нас Святая Обязанность Обличать Чтобы Не Погибнуть Вместе С Обличаем Да И тут Не Обличение Потому Что Господь Говорит Если Видишь Брата Согрешающего Я Не Сказал Я С Тебя За С С С С С С С С Можно Вас Попрошу У У У Очень Большая Скульп Сейчас Вот Вы Видели Что Я С Цветами Каждое Воскресенье Цветы Мне Бабушка Дарила Я Иду На Автобус Садиться А они Там С Цветами Вы В церковь Идете И букеты Самый Лучший Выбирала Букет Катерина Ее Зовут И Вот Вы Знаете Последний Раз Вот Я Ее Увидела Когда На Крестов Возвижение Я Я Говорю Поздравляю Я Говорю У Нас Цветов Много Очень Нет Сегодня Не Надо И Букет Мне Все Она Как Заплакала Говорит Нет Пожалуйста Я Повеситься Хотела И Вот Понимаете Да Конечно Конечно Она Не Знает Она Заходит Может Так В Церковь Когда И Все Ой И Вот Это Моя Черстость И Моя Вот Мне Надо Было Опоздать На Службу Ну Как То Человек Мне Душу Свою Открыл Плачет Говорит Вы Наверное Торопитесь Я Тороплюсь Я Не Узнала Ни Адрес Ни Ей Свой Телефон Хоть Б Дала Нет Нет И Вот Я Уже В Пятницу Была Нет Сегодня Вообще Никого Думаю Может Бабушке Хоть Кто Никого Нет И Она Вот Где Она Сейчас Что С Ней Душа Болит А Как Помочь Человеку Ни Адреса Не Знаешь Ничего Помолитесь Такую Встречу Дал Господь Вот Нашу Евангелие Маленькое Уже Хотела Ей Никак Помолитесь Об этом А Катерина Чтоб Ничего С ней Не Случилось Чтоб Господь Как То Ее Единственное Попросила Ты В храм Иди Катя Обязательно В храм Иди Встань В уголочек Помолись И попроси Господа Просто попроси Чтобы Все Это Как То Сколько Лет Младис Ну Она За 65 Вот Такая Ну Чуть Помладше Меня Нет 44 Года Прожили Вместе Вы В нем Видите Старого Мужика Для нее Он Самый Близкий Кто Был На этом Белом Свете Хорошо Да И Говорит Вот мы Только В Новосибирске Я зелен Катенька Я тебя Так Люблю Да Конечно Конечно И вот Ну Не Получилось Такого Разговора Что Вот Это Я Раз А То Все Я Побежала На Автобус Господи Прости Меня Грешницу Офаянную Чего Надо было За руку Догнал Вести Хоть бы На собрание Ой На собрание На занятия К нам К нам Разве Можно Приводить Вот так Вот взял За руку И Кого И Привел Нет Я могла Конечно С ней Встретиться Она Могла За руку И С ней В храм Сходить В Какой То Вместе Большая Приглашать Спрашивать Разрешение А у нее была ситуация Неординарная Уже не до разрешения Надо было Просто человеку Уделить Действительно Время Выслушать ее Может с ней вместе Сходить в храм Помолиться Потому что человек Уже был На срыве Если увидите Скажите Что многие Молятся За нее Успокойте Если я Увижу ее Он Видимо Ее Привозил Она Как-то У ней Прозвучало Я думала Рядышком Живет А он Видимо Ее Привозил Сюда С цветами Да Прямо Ну где Цветы Торгуют Продают На вокзале Вот На остановке Да Есть ли у нее букеты Красивые Такие А он ее Привозил С этими букетами Откуда Откуда Не знаю К сожалению В последнее время Семья Это Святое Вот это Понятие У людей Стирается Вот С Богом Установлено Вот это Вот Создадим Человека Пообрану Нашему Мужчину И женщину Сотворим Их Семью Господь Сотворил А у нас Из семьи Там И Самое Ужасное То Что в церкви Прихожане И священники Видят Что творится Такое Прелюбодеяние И священник Говорит А я не имею Права Его отлучить От причастия Причем Не имеют Он Уголок Имеет А вот Хочется В глаза Ему Заверни Искать А почему Волк Ты В овечьей Шкури Изменяет Женец Это Изменщица И ходит В храм Исповедоваться Прочищается В один Тот же Храм Все Как будто Все так живут У кого Две жены Три жены Пять Отсюда Многие Что Больны И В общем Многие Умирают Да Из того Что Недостоинно Печать Не обсуждая Терри Господня Да ладно Уже Встретимся Со Христом Если Пребудем Верить До До Конца Так что Ты обо мне Молитесь Я бы взял На себя Такое Двоем Мы с братом Остались Братьев То нет Молодежи Нет Одни Собираем Не уходи Раньше Время Не пусты Меня Не будет Занятия Так что Набирайся Опыта Ухватимся Говорит За одного Десять Да Кто Хотел Занять Это На прошлом Вопрос Задавал Много Ты что Заснула Нет Вопрос Да нет Что Нет Вроде бы На прошлом Замечу Все Спросила Все Спросила Готов К следующему У нее Возникает Так Спонтанно Возникает Когда у нее Есть Вновение Она Одна За всех Вопросы Задает Они Стесняются Ей Накидает Вопросы Задает Может быть Какие-то Вопросы Знаете Для себя Недавно Но Нас Смотрят Зрители Подписчики Канал Вопросы Задала Я бы Ответил А их Как раз Этот вопрос Волнует И им Назидание Будет Здорово Это Думаю Так что Необязательно Что Просто Спрашивайте У нас Обычно Час Идет По Священному Писанию А полчаса Мы Общаемся Задаем Вопросы Друг Другу Вот Воевались Казахстана Смотрят И Постоянно Люди-то смотрят И Благодарят Им Это У них Нету Возможности Быть С нами Телом Но Духом И Вот По Скайпу Господь Такую Милость Сотворил Не Молитесь Что Сейчас Добратья И У нас По Скайпу Опять Начнутся Занятия Вот Писал Мне В Скайпе Гордеев Михаил Примите Меня Обратно На Занятия Вашу Группу Обещаю Себя Хорошо Вести В Барнауле Живо У нас Москвича Восемьдесят Володя За которым Ухаживает Принял Он Благодарит Еще У него День Рождения Там Скайп Все Усвечивается Многое Лето Один Сколько Не Вспомнилось Скайп Не Пишет Сколько Маленько Много Восемьдесят Восемьдесят Лет Восемьдесят Лет Образовался Себуки Возраст Сейчас До первых Занятий Посмотрим Второй Тимофею 2.19 А Нет Второй Тимофею 2.18 То есть Вот эти Вот Он Называет Имена Имена Филипп Имена Еретиков То есть Имена Еретиков Писание Нам Говорит Чтобы Люди Знали Что Эти Люди Разносят Ересь То есть У нас Тоже Свидетели Иеговы Они Сейчас Подхватили Ересь Ария Арий Был Такой Гонитель Христиан Да Не Гонитель Он Был Еретик То есть Он Проповедовал Что Христос Это Творение Божие Чем Опасна Эта Ересь Тем Что Люди Верят Какие Чудеса Сотворил Христос Верят Что Это Не Бог Сотворил А Человек Они Тоже Верят Что И Он Человек Может Такие Чудеса Творить Начинается Колдовство Чудеса Мести Самосовершенствование Самопознание Йоги Как Они Летают Всякое Колдовство Нечисть Чудеса Чего Это Приводит Что Один Что Христос Это Человек Налевол Понимаете И Антихрист Это Человек Будет И Он Будет Чуть Чуть Чудеса Чудеса Написано Ложный То есть Там Какие То есть Допустим У нас Икона Мироточит Она Мироточит Как Вот Афтатам Будут Проводки Какие-то Там Тоже Ученые Там Исследовали Там В гробницу Даже Залезли К Христу Там Все Нас Нервыще Суют Зачем И Он Будет Чудеса Делать Чтобы Люди В него Поверили Как В Бога Что Он Так У Чудесник У нас Есть Святой Николай Чудотворец Чудотворец Он Чудеса Творил Золотишки Подбрасывался Мы Это Верим А Он Эти Чудеса Будет Для того Чтобы Обольстить Людей Чтобы В него Поверовали Как В Бога Не Выстинного Возного И Огонь Будет Написано С неба Снизу Води Сила Как Ему Будет Терно До Сатаной Раньше я тоже думал Что две силы Враждают между собой Сатана И Бог Они такие Равнозначные Добро И зло Нет Бог Он Вездесущий И Сатана Творит зло Только По попущению Божию Чтобы Это зло Обратить И в добро Чтобы Его Раскрыть Это зло Да То есть Вроде Зло Для апостола Павла Что он В темнице Сидит Но Добро Из того Что даже Он из темницы Может Людей Обращать Обращать Это чудо 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 Понимаете Это Бог Сделал Вот И Одно дело Врага уничтожить Это Одно дело Просто Не просто Уничтожить Тоже Нужно иметь А другое дело Его на свою сторону Перемоить Да Тюремщика Да Обратился И весь дом Его обратился Для этого Павел Должен Посидеть Вот Итак Еще раз читаю Второй Тимофей 2.18 Которые отступили От истины Говорят Что воскресенье Уже было И разрушают В некоторых Веру Вот какая Ересь была Еще толкование Читаем Хорошо Сказал Выше Еще более Будут преуспевать В нечестии Казалось бы В том только И заключается Зло Что говорят О воскресенье Однако Отсюда Происходят Большие Последствия Ибо Если воскресенье Уже было То Уничтожен И суд И воздаяние И добрые Насладились Печалями И скорбями А злые Наказаны Утопанием В удовольствиях Какая же Нужда Держаться Добролетели Если Таковы Воздаяния Не сказал Всех Людей Но Некоторых То есть Слабейших Посему Прибавляете Следующее То есть Они В некоторых Разрушают Веру Которые Слабы Духом Вот Помните У нас Уходили Из общины И Писали Там В интернете Всем письма То есть Стараются Тоже С собой Эту Веру Пошатнуть Порожу Пастыря Рассеются Овцы Первым Делом Это Не ко всем А вот К некоторым Подходит Это Слабых Так же Волк Допустим Овцы Он Самую Сильную Овечку Слабых Выискивает Отстал Которая Отстада Поэтому Мы Церковь Мы должны Быть Все Вместе И тогда Волки Нас Не похитят Только Отстал Чуть Какой-то Грех Начал Скрываться Таиться Отстал Отстадо Все Сатана Тебя От нас Накрючет Сначала Оропот Девол Он действует По стандартной схеме Человек Сначала Оропот Он человек Недоволен Причем Всегда Великое Счастье Быть Благочестивым И Заболел Хорошо Не заболел Детки Будьте Всем довольны Не будьте Такими Хмурными Ворчливыми Иначе Можно В детстве Превратиться В таких Ворчливых Старушек Мы вообще Старушек Мы еще И ворчливыми Как же Нас Выносят Дети Да Господи Да Смотрите Открыто Доброво Будьте У меня Такая Противенная Вот она Ой Грех Он везде Цепляется Главное мы Не должны Почувствовать Оно Еще Дальше Вот Смотрите Были Некоторые Именные Филиппы Говорят Воскресенье Было Для нас Оно было Это для тех Тогда еще Не было Христос Только пришел Для нас Воскрес Христос Воскресенье Было Христово Это люди Это Все Общее Всеобщее Ты веришь Что оно Будет Для суда А еретик Приходит Говорит Лидина Цепанна Ну что Оно уже Было Да Да Ни сюда Не будет Все уже Прошло Уже Все Ну это я знаю Ешь Пей Гуляй Веселись Вот такое Проповедали Такую Еретик Люди Не верили им Некоторые Понимаешь Можно Меру Обмануть Не просто Говорили Что Воскресенье Невозможно Есть Люди Которые Я Не верю Как Может Мертв Все Лопухнет Как Он Воскреснет А если Его Снарядом Разорвало Что Бог Все Теперь Кусочки Мяса Опять Соберет Что Ли Даже Козлышки Соберет Да Нет Конечно А если Его Рыба Съели Как Слыш Рыба Но если Бог Он Сотворил Человек Это Из Чего Из Земли Ну Как В Прах Ты В Прах Позвратись Зернышко Мы В Землю Закатываем Мы Не Видно А Потом Вот Это Жизнь Как Второй Тимофей 2.19 Но Твердое Основание Божие Стоит Имея Печать Сию Познал Господь Своих И Да Отступит От неправды Всякий Исповедующий Имя Господа Толкование Вот Что Говорит Апостол Не Все Сорватились Но Нет Твердые Сорватились Совратились Совратились А я Сорватились Да Просто Заговорился Заловка Как У меня Мама Говорит Идут И пешие И конные Она Говорит И конные И кошие И пенные Да И кошие И пенные Если бы Они Не таковы Не были Таковы То Не отпали Бы То есть Если бы Были Твердые Вери Молитесь Чтобы Господь Дал Твердую Веру Твердую Вот Сегодня Занятия Были Как раз Лена Политекина Жила В какой День Чтобы Господь Сотворил Сотворил Небо И землю А как Господь Небо Назвал Твердую Твердую Понимаешь Твердую Вот я С романом Малышом Который Не верит Что Земля Это Ну Твердь Это же Твердь Она же Твердая А небо Как Она же Не твердая Ну И Учитай Назвал Бог Тверд Небо Небо Твердое А если бы Оно не было Не твердое То птицы Они бы Упадали Понимаете А они Не падают Они Они опираются В воздух Крылышками Машут Звук Идет Трение Твердое Твердое Понимаете Сжатый Воздух И разряженный Воздух В космосе Там И не твердое Небо Понимаете Жалко Птица В космосе Она Порхать Уже Не сможет Опираться И космонавт Как бы он В космосе Руками бы не махал Он На одном месте Будет Пробоксовывать Надо что-то Оттолкнуться От твердого Да А если человек Вот находится У нас И не в истине И мы его Как бы Имеем Принимаем Искушение Какие людям Это самое Может для этого Чтобы как бы Выявить Кто еще Так же И может Думать Или как О романе Что же Ну как он Не в истине Он верит В Троицу Верит во Христа От романа Чувак Чувак Уже Ну как Ну Если бы он Некрепко верующий Был Может он Давно бы Сбежал А он Строится Еще Прошлой зимой Игнать Тихо Это на спасение Не влияет Какая земля Она плоская Это В канонах Ничего нам Не написано Даже про землю Понимаете Ну вот Есть такая Теория Утвержденная Нашими физиками Что земля Круглая Нам это Воспитывалось В школах Нашими родителями Потому что Им тоже в школах Воспитывались Раньше верили Земля плоская На слонах Там на китах Китыли на слонах Он где-то выпал В другой галактике Ну вот Выпал он В другой галактике Галилео Галилей Вот такой Наш местный К истине Не идет К истине А что значит Что есть истина Библия нам говорит Истина Есть Христос Я есть Путь истинный Он к ней идет Дальше Что вы А это не истина А это не истина Оставьте это все Это нам не влияет На спасение Что вы привязали Уже было Я в Яндексе Видела новость Что на официальном канале Я не знаю Я не стала Будет показан фильм О том Что земля плоская Вот представьте Вот сейчас Покажут этот фильм Наши физики Тут Вау Взрыв мозга Дальше что Они будут изучать И скажут нам Да Действительно Земля плоская Что мы потом будем говорить А малыш был прав К примеру Ну к примеру А как раньше это было Примерно так же доказывали Что земля круглая Сжигали Раньше не летали Говорили земля круглая Ты уже видишь Что она круглая Так давайте Не видите вы Что она круглая Посмотрите Вы посмотрите Только когда летит самолет Повыше поднимитесь Ну повыше Я не летала в космос Поэтому Это не дело спасения Круглая ли земля Не круглая Малыш верит в том Что Христос Путь истинной Идет по этому пути Дальнейшее его умозаключение Вообще Почему нас должно Интересовать Настолько Что мы его Будем тут сейчас Обсуждать На изучении Библии На занятиях По изучению Библии Официально нету Ну может какая-то Микробина Сейчас уже говорят В Библии Это написано Что она круглая Игнатий Тихонов И говорит Ну есть защитники Теперь и Романа Теперь что нам нужно Вообще помалкивать Да не помалкивать Вы с Романом Соберитесь и обсуждайте Но не на занятиях По изучению Библии Потому что этот вопрос Уже обсуждался не один раз Второй Тимофеев 2.19 Только что читали Не надо словом Дрением заниматься Это ничему нехорошему Не приведет Только вот Разругаемся Мы не ругаемся Второй Тимофеев 2.19 Но твердое основание Божие стоит Имея печать сию Познал Господь своих И да отступит от неправды Всякий исповедующий имя Господа Вот что говорит апостол Не все совратились Но не твердые Если бы они не были таковы То и не отпали бы Подобно тому Как и Адам Не был тверд До искушения Был бы Адам твердым Не сказал Адам Теонид Нет, Сатана Как Христос Он показал нам Пример твердости веры Совершенно Водушевленные в вере Стоят твердо и неподвижно И смотри Твердое говорит И основание Так надлежит нам Держаться за веру То есть Как на камне Вырезовываются надписи Подобно тому И у него В самых делах Его отпечатлеваются Признаки Указывающие на него Именно Познал Господь И так далее То есть они Эти люди Или такие души Предузнаны Богом Как всецело Принадлежащие Ему И предизбраны Чтобы не совратились Вместе со слабейшими Неправдой апостол Называет Или заблуждение в догматах Или вообще Всякую несправедливость Поступающие несправедливо Не имеет основания И не принадлежит Богу Ибо как он может Принадлежать Богу Когда Бог Праведен Он не имеет печати Смотри Если тот Кто называет Имя Господне Должен Отступать От неправды То кто Не отступает Тот Не достоин Называть Его Имя Ибо Не угодно Похвала На хвостах Грешника Бог Грешников Не слышит А праведных Молящихся За грешников Слышит И Бог Не нуждается В смерти Грешника Он хочет Чтобы все Спасли Отчет Но спасутся Все Мы знаем Что мало Спасаем И Писание Нам об этом Говорит Мало К сожалению И как бы Нам не хотелось Чтобы все Спаслись Но Мы не можем Нарушить Закон Божий О том Что у человека Свободная Божия Ну я надеюсь Вы меня увидите Там когда Я к вам приду Ко всем моим родным Там У нас Там Меня не будет Лап Не будет Найдешь Катечку Свою И будешь Там Куда ты Денешься Надо же Собралась Это не надо Отчаиваться Второе Тимофею 2.20 А в Большом Доме Есть сосуды Не только Золотые И серебряные Но и Деревянные И глиняные И одни В почетном А другие В низком Потреблении Толкование Так как Многие Смущаются Зачем В мире Существуют Злые Люди То Павел Оставив Другие Причины Сейчас Указывает Эту Потому что В Большом Доме Бывают Разные Сосуды Большим Большим Годные Для добродетели Все Рассеялось Они Утонули К низкому Потреблению Те сосуды И С этого дня Празднуют Пасху Иудеев Исход Из египетского Рабства А наша Пасха Христос Исход Из рабства Греху Мы Служили Греху Служили Сосуде Христос Нас Освободил Каждый Год Мы Радуемся Слава Христу Второй Тимофеев 2.21 Итак Кто Будет Чист От Сего Тот Будет Сосудом В Чести Освященным И Благопотребным Владыке Годным На Всякое Доброе Дело Толкование Видишь ли Чтобы быть Золотым Или Глиняным Зависит Не от Природы Или Вещественной Необходимости Как думают Манихеи А от Нашей воли Ибо Каждому Возможно Очистить Себя То есть Совершенно Освободить От Глиняного И деревянного И утвердить В себе Золотое И серебряное Произволение Павел Как обожженная Глина Так и тело Наше Есть Ничто Иное Как земля Оскрепляемая Теплотой Души Здесь же Апостол Говорит О свободном Произволении Итак Глиняные Сосуды Негодны Для Руководственной Цели Господа Бога Который Хочет Чтобы Все Спаслись Хотя Как сказано Эти сосуды И представляются Пригодными Для Иного Употребления То есть Хотя бы И не Настало Время Делания Однако Он Будет Пригоден И готов Даже На мученичество Или Девство Вопросы Есть? Вот То есть Человек Может Еще раз Повторяю Из глининого Стать золотым А из золотого Стать Все В человеке Все В человеке Опять же Возвращаемся В его Свободной Воле Свободной У меня вопрос Про фараона Вот написано Бог ожесточил Сердце фараона Мог ли Как бы Фараон Там Совладать Со всем своим Гневом И отпустить Народ Мог бы Или нет Все В человеке При помощи Божьей Конечно Я думаю Бог Соглашался Да Он ведь Несколько раз Соглашался Но Господь Написано Господь Ожесточил Сердце фараона То есть Как будто Фараон был Такой мягкий Белый Пушистый Но Господь Ожесточил Сердце фараона Чтобы Сердца Укрепить Другие Сердца Верия Да Что Бог Сибирь Вывести Чтобы они Уверили Его А если бы Он не ожесточил Сердце Как бы Они бы Израильские Уроды Уверили Все В Божье Что он И море Может Для них Вот Если бы Он не гнался Б Этот фараон Как бы Даже такое Видят Чудеса Такие И то Они потом Грешили Не веровали А сделали Терцать Да Да Это Начинаем Я Сорок День Послу Терец Уже Пряжу Такого Дива Мы Сынов Доже Читаем Ну Какие Они Бри Это Вообще Это Так же Как Он Руками Маш Ну А мы Чем Лучше Это Мы Христиане Христос Умер Кровь Проливал За Нас Страдал Гугой Затерпел На Кресте Понос Ну И мы Продолжаем Грешить Хотя Называемся Христианами Такая Вот Человеческая Суть Человеческая Природа Склонная К греху Склонная К греху Но этим Мы не должны Оправдывать Свою Свободную Волю Мы же Свободные Не склонятся К греху Свободные Нас Насильно Заставить Грешить Никто Не сможет Своей Испорченной Развращенной Воле Поэтому Молитва Отче Наш Она и говорит Да будет Воля Твоя Во мне Но не моя Тогда О чем-то Господи Бога Просите Просите Бога В молитвах О чем Сегодня Лена Спрашивала Кто Молится Один На Один Перед Иконами Сколько Вас Было Человек Десять Двое Трое Руки Подняли Валера Валера Был Лена Сокольски Он Сказал Возможно Она Более Мы Не Не Когда О чем Попросите Просьб Разно Возносит Добавляет Да будет Воля Твоя Потому Что Мы Не Знаем Может Быть Нам Сейчас Нужно Какое То Зло Чтобы Это Зло Бог Обратил Позднее В Добро С Этим Тоже Нужно Комменти Он Человек Заболевает Казалось Зло Да Но Рак Пострадает Такие Мучения Боли Потом Раз Исцеляется И всем Говорит Меня Бог Исцелил Славьте Его Раз Держи Тоже Поначалу Да Бог Жестокий Наказывает Наказывает За грехи Чтобы человек Перестал Грешить Раз Послал Бога Два И других Обращался Веру Христианскую Поэтому Когда человек Тем более Неверующий Заболевает Бога Благодарит Нам Что Может быть Эта болезнь Как Меня Приведет К покаянию А вот Когда Верующий Заболевает Тут Конечно Вот Как Его Заболела Друзья А это Тебе За грехи Сколько Ему Пришлось Перетерпеть Друзей Близких Сколько Он Родственников Вот Пример Для Подражания Что Он Ни минуты Не отчаивался В милосерии Божьем Даже Наоборот Говори В чем Я согрешил Перед Тобой Настолько Был Убежден Своей Безгреховности Праведности Что Даже С Богом Сступил Да В такое Говори За что А не За что Для славы Божьей Настя болеет Мы видим Тает на глазах А В глазах Ни скорби Ни отчаяния Ни печали Ни уныния Господь Сияет На нее Смотришь Она Даже Как Это Чужая Килограмм Тринца Потеряла Да Тринца Так 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 Дай Кручку Ну что Давайте Поможем Тринца Тринца Убий Тринца Достойно есть Текало истину Блажит Тя Богородицу Пресно-облаженную Господи, благодарим Тебя за этот воскресный день, за эту возможность славить имя Твое. Дай нам все услышанное здесь принять веру, исполнить. И пошли людей на нашем пути, которые также желали бы вникать в Слово Твое, любить Его, исследовать Ему. Укрепи нашу веру. Детей благослови, Господи, родителей. Не оставь нас болящих посетителей, путешествующих. И во всех, в ком охладела любовь к Тебе, Господи, по милости Твоей возожди эту ревность, чтобы мы вспомнили первую любовь к Тебе, Господу. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Не забудьте помолиться, Екатерине, обо мне ближай. Может быть, как-то Господь все-таки даст мне эту страничку.